Как вы относитесь к тому выпивающему факту, что ребенок пришел с ножом в школу, пугал другого ученика? Вообще такое происходило когда-нибудь в совхозе? Буквально на прошлой неделе. Этого никогда не было. Ну а что вы хотите, если директором школы назначили вот такого человека, то, естественно, это будет происходить. И ситуация будет усугубляться. Ну тут много факторов. Первое, конечно, это дети, воспитанные телевизором. И, к сожалению, вот эта пропаганда насилия, которая там, и отсутствие, ну скажем так, элементарной воспитательной работы в школе, это скажется обязательно. Второе, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться. Потому что неадекватные дети могут быть. Вопрос как предотвращать все это. И что там делает вообще руководство школы? Которая понаставила вот этих вот рамок для охраны. Ну и как у них там воспитательная работа проводится. Хотя, конечно, обвинять во всем школу нельзя. Это, конечно, и родители, и школа. И то, что мы видим по телевизору, пропаганда вот этого безобразия, который сейчас... Я тут, кстати, видел одну интересную зарисовку. Очень известный человек в культуре, который неоднократно выступал, в том числе, в Совет Федерации. Говорил, что, слушайте, отключите телевизор. Вот если вы хотите, чтобы ребенок рос здоровым, психологически и нормальным, то отключите телевизор. Потому что вот эта вот постоянная пропаганда насилия, пропаганда вот этого образа жизни, вот эти вот Дом-2 и прочее, все безобразие, которое показывали, оно, конечно, не может не повлиять на психу детей. Поэтому я думаю, что в Советском Союзе дети в том числе росли здоровыми, потому что их везде учили доброму, какому-то вечному. Они были мотивированы стать умными, воспитанными. А у нас сейчас мотивация совершенно другая, к сожалению. Причем пропаганда вот именно по государственным каналам. То есть, казалось бы, они-то должны думать о том, что они показывают. Они показывают все, что угодно в погоне за рейтингами, но только не нормальных людей, которые работают, которые посвящают себя в том числе и родине, семье. Ситуация, мягко сказать, неприятная, но как-то предотвращать-то можно. Если служба безопасности существует, то она как-то должна работать. Понимаете, это же есть работа с детьми ежедневная. Если вы вместо того, чтобы работать, начинаете с детьми, с педагогическим коллективом, который работает с этими детьми, начинаете заниматься совершенно другими вещами, которые сейчас происходят в совхозе, вы поймите, если вы наполняете совхоз всякими Жуковыми, Извековыми, Андреевыми и всеми остальными, которые никакого отношения к совхозу не имеют, которые вообще, ну скажем так, их послужной список только в одном, прийти, что-то там разграбить, нахулиганить и больше ничего не сделать, то вы, естественно, получаете то, что вы получаете. Поэтому у нас раньше директора в школу воспитывали в школе. Они воспитывали свой трудовой коллектив. И были определенные задачи. Но если вы сами на стороне зла, то, конечно, вы получите зло в результате. Ну, это еще первый случай. Я думаю, что вот это вот падение или там понижение планки в воспитательной работе, оно скажется, ну там, через несколько лет, конечно, существенно.